В эфире новости экономики на Якутии 24. В студии Ниргуяна Иванова и в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. В Якутии ведется большая работа по завозу дополнительных кормов для лошадей. Так, завод сена осуществляется с Амурской, Магаданской областей и Хабаровского края. Об этом в ходе прямого эфира на Якутском радио сказал руководитель региона Егор Борисов. Напомню, что в этом году наблюдается сложная зимовка крупного рогатого скота и лошадей. На подкормке находится 75 тысяч лошадей, что составляет 41% от общего количества. На данном этапе для власти республики является важным сохранить поголовье лошадей. Сельское хозяйство в Якутии развивается в непростых условиях. Последние годы наблюдается сложная зимовка скота и лошадей. В особенности страдают последние. Нам приходится искать сено по всей территории республики, вплоть до Магаданской области. В этом году из-за сильных осадков сложная зимовка в северных районах, а также в Центральной Якутии, где большое количество лошадей на подкормке. Никто не рассчитал, что так много лошадей будут тибеневаться, сказал он. Во время прямого эфира Егор Борисов призвал молодежь Якутии идти работать в промышленность. Для этого, конечно, необходимо получить техническое образование. По его словам, сейчас в первую очередь в республике должна развиваться промышленность. Надо, чтобы в семьях это четко понимали и готовили своих детей для поступления в учебные заведения, где обучают техническим специальностям. Егор Борисов добавил, что республиканская программа по поддержке студентов, обучающихся на промышленных факультетах, способствует также и уменьшению безработицы в наслегах. В Северо-Восточном федеральном университете обсудили пути формирования кластера арктических инноваций, который объединяет практически все подразделения университета. Планируется, что кластер арктических инноваций СВФУ будет включать в себя пять групп. Образовательную, исследовательскую, информационно-консультационную, группу поддержки и производственно-технологическую группу. Деятельность кластера связана с разработкой и внедрением современных технологий, позволяющих освоить ресурсы и развивать инфраструктуру макрорегиона. В рамках обсуждения были презентованы такие разработки ученых СВФУ, как рыбокостная мука, проект экологически безопасной технологии добычи торфа в условиях арктических районов, разработка экологически безопасных технологий горно-технических рекультиваций земель при добыче золота и алмаза, исследование ученых лабораторий молекулярно-генетических и клеточных технологий и другие. В группе «Алроса» примут программу по совершенствованию системы промышленной безопасности. Об этом на собрании хозяйственного актива компании в Мирном заявил генеральный директор Сергей Иванов. Авария на руднике «Мир» и последующие расследования показали, что система управления охраной труда и промышленной безопасности нашей компании нуждается в глубоких изменениях. Необходимо, что в компании сформировалась культура промышленной безопасности. Это касается работников любого уровня, сказал он. Для исполнения масштабной задачи в компании запущена реформа совершенствования системы промышленной безопасности. Также функционировать специальный комитет по обеспечению промышленной безопасности. По словам Сергея Иванова, руководство компании сделает все возможное, чтобы «Алроса» стала самой безопасной компанией в отрасли. Компанией, в которой хотят работать люди и делают это без страха за собственную жизнь. Лучшим подразделением компании «Алроса» в производстве основной продукции назван Нюрбинский горно-обогатительный комбинат. Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год были подведены на форуме хозяйственного актива, который состоялся в «Мирном». По «Алроса» Нюрбат алмаза добыча в 2017 году увеличилась на 0,9 миллионов карат по сравнению с прошедшим годом. Увеличение объемов алмаза добычи связывает с плановым увеличением объемов обрабатываемой руды с трубки «Батуабинская» и песков с рассыпных месторождений. План по алмаза добычи выполнен на 100%. Всего предприятиями группы «Алроса» в 2017 году добыто рекордные 39,6 миллионов карат природных алмазов. Увеличение добычи алмазного сырья стало возможным благодаря в том числе запуску фабрики номер 15 «Нюрбинская ГОК» и увеличению содержания алмаза в трубке «Батуабинская». Сегодня Нюрбинский горнообогатительный комбинат выдает 20% от алмаза добычи группы компаний «Алроса». Республика Саха-Якутия получит более 2 миллионов рублей на компенсацию отдельным категориям граждан на оплату взноса на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Субсидию из федерального бюджета выделит Минстрой России. Ведомство заключило с регионами Дальнего Востока соглашение в рамках госпрограммы обеспечения доступным жильем и коммунальными услугами. Общие сложности регионы Дальнего Востока получат почти 47 миллионов рублей. Якутия стала лидером Дальнего Востока по вводу жилья. В республике ввели 634 тысячи квадратных метров. Всего в Дальневосточном федеральном округе в прошлом году было введено почти 2 миллиона квадратных метров жилья. По объему ипотечных жилищных кредитов Якутия замыкает тройку лидеров. В 2017 году в республике было выдано 9948 кредитов. Одним из эффективных инструментов привлечения инвесторов на Дальний Восток может стать возможность получать кредит под 1% годовых. Инвесторы, реализующие свои проекты на Дальнем Востоке, смогут получить инвестиционный кредит в российских банках в рублях, долларах и юанях стоимостью 1% в год. Соответствующее постановление Минвостокразвития России подготовила по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Механизм заработает уже в этом году. Банки, предоставляющие такой кредит, получат необходимую федеральную субсидию. Таким образом, мы сможем решить одну из главных проблем, которая больше всего волнует дальневосточных инвесторов – недоступность и высокая стоимость взаимных финансовых ресурсов, сказал, выступая на итоговой коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Новые условия жизни в Тундре попробуют создать на Чукотке. В Анадоре пройдет презентация современной яранги – мобильного жилого помещения для коренных малочисленных жителей Чукотки. Разработкой мобильного жилого помещения занялась компания SkyDom по поручению регионального правительства. Яранга разделена на две спальные зоны – зоны отдыха и приготовления пищи. В центре будет располагаться очаг. При этом с помощью мобильных перегородок можно будет легко трансформировать пространство. Рост внутреннего волового продукта России увеличится в 2018 году до 1,8% против 1,5% в 2017 году. Как отмечается, за 4 года внутренний воловой продукт России в реальном выражении увеличится менее чем на 7%. В то время как рост мировой экономики составит 16%. В результате доля России в мировой экономике может сократиться в 2021 году до 3%. Центробанк объявил о существенном изменении механизма создания резервов под залоговые кредиты и мерах по предотвращению вывода активов. Применение данной меры позволит обеспечить сохранение банками ликвидных активов и, как следствие, их платежеспособности. Также это облегчит взыскание залогов и предотвратит их вывод из потенциальной конкурсной массы санируемого или ликвидируемого банка. Банкиры же к инициативе отнеслись неоднозначно. От реформы пострадают и заемщики, говорят эксперты. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард предлагает бороться с криптовалютной преступностью при помощи блокчейна. Лагард утверждает, что криптовалюты могут стать причиной возникновения финансовой нестабильности, а также использования для финансирования терроризма и отмывания денег. Технологию распределенного реестра и криптографию регуляторы должны использовать на мировом уровне, считает она. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.